Компромисс с железнодорожными перевозками из столицы Коми в Москву обязательно будет достигнут. В этом вопросе главными помощниками для властей региона могут стать общественники. Об этом Вячеслав Гайзер заявил на встрече с представителями общественности республики. Главной темой разговора осталась ситуация с отменой ежедневного поезда Сыктывкар-Москва-Сыктывкар. В одностороннем порядке руководство федеральной пассажирской компании приняло решение прекратить перевозки с 8 сентября. Пока курсирование поездов железнодорожники намерены возобновлять лишь в период праздников, а также в дни новогодних каникул. Вячеслав Гайзер подчеркнул, что для республики сейчас принципиально важно перевести эту скандальную ситуацию в конструктивное русло. Только в планомерной работе можно прийти к правильному решению. И уже есть первый результат. Мы вроде как согласованный вариант нашли, чтобы на сегодняшний день, чтобы это движение выглядело следующим образом. Через день, не раз три дня, а через день, но через день это фирменный поезд. Раз в два дня, фирменный поезд. Вроде, это как промежуточное решение, можно было бы считать компромиссом, посмотреть этот вариант. И в случае, если действительно будут обоснованы подтверждаемые расходы, которые мы не будем видеть, что они приносят убытки от такого движения, то мы бы депутатскому корпусу предложили посмотреть тогда вариант субсидирования и вот этой части. Хотя мы с вами знаем, что пассажирская перевозка субсидируется федеральным бюджетом, это федеральная полномочия, особенно то, что касается субсидирования на движение плоскатных вагонов. Железнодорожники ссылаются на то, что федералы в разы уменьшили субсидии для поездов дальнего следования, а на некоторых направлениях и вовсе отменили. Таким образом, власти региона уже несколько раз подключались к решению вопросов, связанных с железной дорогой. Так удалось отстоять направление на Кослан и Тройско-Печорск, переведя их в разряд пригородного с компенсацией выпадающих доходов из бюджета республики. А сейчас республика намерена до последнего отстаивать направление на Москву. Однако сами железнодорожники на диалог идут неохотно. На сегодняшний день мы пока не имеем письменно, завизированного что ли, подписанного со стороны федеральной пассажирской компании решения о том, что вариант, который мы вместе выработали, принимается. С моей стороны мы все подтверждения в адрес ИРЖД и федеральной пассажирской компании дали. Вячеслав Гайзер заверил, что в ближайшее время вопрос по поезду Сыктывкар-Москва все же будет решен. К этому подключился полпред в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Он поддерживает решение республики.